Что было бы, если бы во Второй мировой войне победил Гитлер? Победа Гитлера обернулась бы для всех нас страшной непоправимой катастрофой. Стратегическая цель Германии состояла в организации гибели СССР, ее национальной и государственной катастрофы. Цитата Розенберга, министра по оккупированным восточным областям. Советский Союз должен перестать быть субъектом международного права и европейской политики и превратиться в объект чужой немецкой политики. В подтверждение этому приведем несколько фактов, доказывающих, что в случае немецкой победы жизнь советского народа превратилась бы в настоящий ад. Поехали! Расчленение СССР. 22 июня 1941 года Гитлер разоткровенничался в кругу своих приближенных. Народы Советского Союза имеют одно единственное оправдание своего существования – быть полезными для нас в экономическом отношении. Война с Советским Союзом ни в коем случае не мыслилась как некий цивилизованный конфликт. Первая и важнейшая задача – расчленение Советского Союза и создание на этом пространстве конгломерата мелких государственных образований колониального и полуколониального типа, ослабляющих русских и готовых обслуживать интересы победителей. Цель эту планировали достичь посредством, во-первых, полного развала государственного управления СССР без последующей организации нового эффективного государственного аппарата. Во-вторых, глубоких и повсеместных мер по деиндустриализации, расстройству и ликвидации экономики путем вывоза всех запасов, демонтажа оборудования, конфискации транспортных средств. В-третьих, передача значительной части коренных русских земель в компетенцию вновь образуемых территориальных единиц. Быстрая победа над СССР. Согласно плану Барбаросса, война с СССР должна была закончиться через два месяца после ее начала выходом передовых немецких частей на линию АА – Астрахань-Архангельс. Поскольку считалось, что какое-то количество живой силы и боевой техники у советской армии все равно останется на линии АА следовало возвести оборонительный вал, который со временем превратился бы в мощную оборонительную линию. От оккупированной европейской России отделялись входившие в Советский Союз национальные республики и некоторые области, после чего нацистское руководство предлагало объединить их в четыре рейхскомиссариата. Быстрая победа над СССР вела к преобразованию Европы. Прежде всего нацисты собирались перестроить Мюнхен, Берлин и Гамбург. Мюнхен становился музеем национал-социалистического движения. Берлин – столицей тысячелетней империи, подчинившей себе весь мир. А Гамбург должен был превратиться в единый торговый центр, в город небоскребов, подобный Нью-Йорку. Широчайшие реформы ожидали и оккупированные страны Европы. Районы Франции, которая как единое государство переставала существовать навсегда, ожидала разная судьба. Часть из них отходила к союзникам Германии, к фашистской Италии и к Испании. А весь Юго-Запад должен был превратиться в совершенно новую страну – в бургундское свободное государство, которое предполагалось сделать рекламной витриной рейха. Официальными языками в этом государстве были бы немецкий и французский. Уничтожение русского народа. С момента вступления на территорию СССР германские войска имели приказ уничтожать носителей государственной политической идеи и политических руководителей – комиссаров. Этот приказ, впоследствии окрещенный как приказ о расстреле комиссаров, на самом деле имел более широкий смысл. Речь шла об уничтожении всей элиты русского народа, а вовсе не только о борьбе с большевизмом. Ответ на вопрос, почему уничтожать только управленческую элиту, понятен. Ведь полное уничтожение всех русских было нереалистичным и вряд ли практически осуществимым в сжатые сроки. Германия не могла бы сразу освоить все освободившиеся для нее просторы, и в то же время была жизненно заинтересована в продолжении их эксплуатации под немецким контролем. В ноябре 1941 года Геринг откровенно пояснял эти задумки своего фюрера, итальянскому министру иностранных дел графу Чиано. В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Может быть даже хорошо, что так произойдет, ведь некоторые народы необходимо сокращать. Особенно страшная участь ждала населения нечерноземных областей России. Их собирались превратить в зону величайшего голода. Интеллектуальный и культурный уровень русских рабов. Шесть миллионов уничтоженных евреев были не более чем легкой разминкой. По полной фашисты намеревались оттянуться в Советском Союзе, в европейской части которого через 20-30 лет должно было остаться не более 14 миллионов человек. Постепенно уменьшающийся в числе народ дешевых русских рабов должен был содержаться на соответствующем интеллектуальном и культурном уровне. И на этот счет существовала тщательно продуманная программа действий. По мнению фюрера, писал 23 июля 1942 года шеф партийной канцелярии Борман Розенбергу, вполне достаточно обучать местное население только чтению и письму. Местное население не должно было получать высшего и даже среднего образования. Школы, конечно, можно оставить, но за школу они должны платить. Программы сделать такими, чтобы школьник знал как можно меньше. Гитлер считал, что вполне достаточно, если население будет немножко уметь читать и немножко писать по-немецки. Экономика и социальная сфера в порабощенном СССР Уместнее всего процитировать строки из секретного меморандума Института труда Немецкого трудового фронта от 17 ноября 1941 года. Будущая экономика Советского Союза должна не только полностью зависеть в хозяйственном плане от мощной экономики Запада, не только не иметь никакой военной промышленности, но и подвергнуться глубокой структурной перестройке. Чтобы, исходя из вполне очевидных политических соображений, народы Советского Союза никогда не перешагнули определенного жизненного уровня. В СССР надо позволить и работать только таким предприятиям, продукция которых требует для советского производства лишь низкой и средней квалификации. Закрыть промышленные предприятия, которые предъявляют высокие требования к работающим на них коллективам, как, например, заводы по выпуску оптики, самолетов, локомотивов. С русских не надо требовать квалифицированного труда, чтобы держать их благополучие на этом основании на самом низком уровне. Россиян надо использовать только на добыче сырья, в сельском и лесном хозяйстве, на ремонтных и строительных предприятиях и ни в коем случае на станкостроительных заводах и верфях, на производстве приборов и самолетов. Огромное естественное богатство России позволяет сохранить нетронутыми природные богатства Германии и Европы. Огромное пространство России позволяет также разгрузить нашу экономику от вредных производств. Мы можем в частности закрыть часть немецких металлургических заводов, перенеся тяжесть металлургических производств на восток. То же самое касается свертывания добычи угля за счет завоза дешевого угля из бывшего СССР. План Ост. Вся программа обретения и освоения жизненного пространства на востоке и уничтожения славян была изложена в так называемом генеральном плане Ост. В плане рассматривается вопрос о переселении немцев на восточные территории. Переселение планировалось проводить в течение 30 лет после окончания войны. На пространствах бывшего СССР, завоенную Германией, в немецком районе расселения должны были остаться 14 миллионов славян. Их предполагалось поставить под контроль 4,5 миллионов немцев. Нежелательных в расовом отношении местных жителей собирались отправить в Западную Сибирь. 5-6 миллионов евреев, находящихся в восточных областях, подлежали полной ликвидации еще до начала мероприятий по переселению. Среди тех, кто подходил для онемечивания или расового обновления, в соответствии с критериями нордического типа, были литовцы, эстонцы и латыши. В соответствии с планом, около 65% украинцев должны были быть переселены в Сибирь. То же самое планировалось сделать и с белорусами, но на переселение 75%, а 25% подлежало онемечиванию. Что касается чехов, то 50% подлежало выселению, а 50% онемечиванию. В этом плане просчитано не только, сколько городов придется очистить для будущих колонизаторов, но и сколько это будет стоить, и кто возьмет на себя затраты. Историк Безменский называет план каннибальным документом, планом ликвидации славянства в России, и утверждает, что не следует обманывать термином выселения. Это было привычное для нацистов обозначение для умерщитления людей. Ну что ж, на этом все. Если бы немцы победили в этой войне, славян бы уничтожили как этнос, сгноили бы в лагерях. Немцы в 1941 году основательно тренировались на евреях, осваивая быстротечные методы истребления населения. Бухенвальд и Освецим прямое тому подтверждение. Война против СССР носила другой характер. Если война с Польшей, Францией и Британией была относительно гуманной, то боевые действия против СССР были направлены на уничтожение целой нации и создание для своих граждан нового жизненного пространства. И методы ведения этой войны специально были показательно жестокими, чтобы уничтожить боевой дух страны, сломить ее население. Именно поэтому офицеры и солдаты вермахта расстреливали безоружных и пленных, сжигали заживо стариков и детей, бомбили колонны под Красным Крестом и толпы беженцев. Созданная модель СССР после поражения в войне с Германией – это утопия. Почему такое не было бы возможно? Да потому что наши деды выиграли эту войну. До скорых встреч. Пока.